Евангельское чтение про милосердного самарянина Что какой-то человек путешествовал, ну, наверное, был достаточно состоятельным, на него напали разбойники, ограбили его, и бросили, избили, и бросили еле живым. Это было в южной части Палестины, места, где это произошло, достаточно пустынные горы, песок, камни. И вот можно было представить, как этот ни в чем не повинный человек, ставший просто жертвой разбойничьего налета, лежал, истекал кровью, и мимо прошел священник Иерусалим. Он видел этого человека, но даже не подошел к нему, пошел дальше. А потом по этой же дороге шел левит. Ну, левит – это примерно то, что диакон сегодня в нашей церкви, служитель церковный тоже. И так же посмотрел, но не подошел. А потом проезжал на осле или на лошади. Самарянин. То есть человек, который не принадлежал к иудейскому народу. А тот, кто впал в разбойники, был иудеем. А отношения между самарянами и иудеями были очень и очень напряженными. Иудеи с самарянами не общались. Хотя и те, и другие верили в Ветхий Завет и в пророков, но были некие особенности в вероучении. И на основании этих особенностей никакого общения между самарянами и иудеями не было. А вот этот самарянин подошел к несчастному иудею, на которого напали разбойники, стал оказывать ему помощь. В первую очередь надо было дезинфицировать раны. И тогда единственным средством дезинфекции было вино. И, конечно, у этого человека в запасе вино было. Поскольку он путешествовал, возлил он на раны вино. Но, а для того, чтобы снять вот эти гематомы, синяки, надо было умягчить ткань. И он для этого использует масло елей. И этим елеем растирает тело несчастного. Ну и, казалось бы, и достаточно? Нет. Он берет его с собой, привозит в селение, помещает в гостиницу. Платит деньги хозяину гостиницы и говорит, позаботься об этом человеке. А если что лишнее истратишь, я вот возвращаться буду и возмещу тебе твои затраты. И вот Господь спрашивает, скажите, а кто был ближним вот для этого человека? И они сказали, тот, который сотворил ему милость. Но ведь тот, кто сотворил милость, не был единоплеменником, а был из вражеского как бы племени, он был самарянином. Что же это означало? В тех условиях, в которых вот происходило все это событие, это было, в общем-то, невероятным заявлением. Невозможно было услышать ни от одного иудея, чтобы самарянин, вот тот самый из враждебного племени, чтобы он мог быть ближним для иудея. А Господь говорит, тот, который тебе сделал добро, он и есть ближний. Субтитры создавал DimaTorzok